Ну, первое и главное задание, я думаю, и не только к нам, а к всему украинскому правительству, которое пришло на фоне Майдана, изменить Украину. Естественно, нам нужны новые люди. К сожалению или к счастью, я не знаю, как это сказать, но это по-другому менять систему не получится. Большим уважением, я знаю, что есть хорошие чиновники, я знаю, что есть хорошие люди, которые долгими временами честно работают на своих постах, но я, вы как лучше меня знаете, что есть огромное количество людей наоборот. Поэтому времени на отбор, вообще, да, такой детальный отбор нет. Мы еще несколько людей с фонда Атлас, это международный фонд, который позируется в Америке, и с бывшим министром образования Грузии, Хатей Деканоидзе, создали такой, можно сказать, план, который родился с нашим же приездом в Украину. Это образование для молодых людей, которое мы будем предоставлять по тем аналогам, которые происходили в Грузии, но они тоже в Грузии происходили позже. Мы хотим сейчас, вот, например, создаётся в Киеве политическая школа, которая будет в Киеве подготавливать молодых специалистов. По разных сферах. По разных сферах, да. У нас в Черкассах, в Ровно и в Луцке будут уже основаны школы, хэкинг-скул, так называемые, которые будут, это будет подготовка молодых людей тоже, кадров для будущего новой политики. Я имею в виду, это будут менеджеры низкого и высшего ранга в правительстве и на разных органах власти. И вот эти люди будут менять страну. И, то есть, мы эти школы создаём с какой идеей? Мы будем привозить сюда самых лучших специалистов. Это люди, которые болельщики Украины и Грузии, которые готовы волонтёрски приехать и не брать деньги за свои лекции. Вот таких людей, как, ну, элементарно бывших грузинских реформаторов, да, бывших советников премьер-министра, там, руководителей канцелярии в Грузии, например. Также таких, очень уже, можно сказать, великих людей, да, как Том Палмер и Андрей Лорионов, люди, которые уже создали историю за собой. Мы уже начали в Ровно, школа уже открылась в Ровно. Скоро, очень скоро, в конце февраля она будет и в Черкассах, и в Луцке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова